ДОСТАЁВСКОГО На подиуме не просто дети, профессионалы модельного дела. Это сейчас все шаги правильные, а повороты выверенные. Чтобы добиться результата, тренироваться приходится ни день и ни два, многие месяцы. Основной упор мы делаем на дефиле, потому что мы растим маленьких моделей, они нам нужны для показов, для фотосессий, естественно, хореографии. И плюс комплекс упражнений на ковриках для поддержания хорошей формы, то есть для укрепления спинок, спинки у всех слабенькие, у маленьких спинки, растягиваемся. Воображать себя принцессой нравится любой девочке. Но вряд ли четырех-пятилетние малышки, которых родители приводят в школу моделей, готовы много и усердно работать. Сложно быть моделью? Нет! А что должна уметь мазель настоящая? Ходить. Ходить красивой. И все? Будь красивой? И будет красивой. И танцевать учиться по летам. Остаются здесь только те, у кого есть желание и силы добиваться цели. Раз, два, три. Желание девочек быть привлекательными вполне естественно. А вот стремление попасть в модельный мир все же настораживает многих педагогов и психологов. И, в общем-то, не без оснований. Если модельный бизнес даст уверенность этой девочке, это хорошо. Но если модельный бизнес предоставит какие-то абстрактные стандарты, которым трудно стремиться, девочке это может привести к проблему. С самовосприятием, с последующим ощущением себя красивой женщины. Занятия в модельной школе дают детям своего рода эстетическое образование. Никаких гарантий, что девочка-ученица вырастет длинноногой красоткой с осиной талии, нет. Хорошо, если родители это понимают и не программируют чат на результат с обложки. Хорошо для девочки, в первую очередь, это правильная осанка, развитие всестороннее. Ей просто нравится на самом деле. Модель ее, наверное, в будущее не хотим отдавать. Но, скажем, своего рода развитие, да, почему нет? Еще один камень преткновения. Модельный бизнес просто эпицентр конкуренции. Воспитывать в детях здоровый дух соперничества, конечно, надо. Лишь бы только он был здоровым. Девочки, они изначально соперничают друг с другом, кто лучше. А модельный бизнес эти тенденции усиливает. А девочка должна расти в ощущении красоты, уникальности. Ее должны любить такой, какая она есть, а не стараться подгонять какие-то стандарты, рамки, правила. Они зависят от других, и от них тоже зависят другие. Они учатся вот этому коллективному выступлению какому-то. То есть это очень здорово. Дети дружат, дети отличаются, могу сказать, с полной уверенностью от других детей. Они по-другому себя держат, они по-другому говорят, они более уверенные, более улыбчивы, наверное. Если дети модели отличаются от сверстников именно так, это только плюс. Проблема, если ребенок в свои годы пытается копировать взрослых моделей. Например, в августе этого года в Европе и Штатах разразился скандал. Модный журнал опубликовал фото десятилетней девочки в совсем не детских позах и аксессуарах. Забота взрослых – сохранить в каждом ребенке детство. Все хорошо в меру. Золотая середина соблюдена. То есть у нас, у нас же нет такого, что они каждый день работают, каждый день снимаются, и забывают о своей реальной жизни, забывают о школе, забывают о доме. Они же не живут только показами. Мы можем сказать, что мода – это все-таки продолжение культуры, нашего культурного, исторического пространства, в котором мы находимся. И если правильно понимать костюм, если правильно понимать эстетику тела, то, возможно, это может иметь большой и плюс в развитии личности ребенка. Сегодня старательные девочки, что тянут носочки перед зеркалом, вызывают скорее умиление, чем восхищение модельным талантом. Будут ли они когда-нибудь представлять публике одежду именитых дизайнеров или красоваться на обложках глянца, покажет время. Да это и не главное. Ольга Михаленко, Сергей Овсяник. Наше утро.